Приветствую! В сети появилось интервью советника ДПСУ Андрея Демченко. И пан Демченко рассказывает историю о том, почему же государство запретило выезд студентам из Украины. И вот он говорит о том, что появилось распоряжение высшего военного командования, которое, собственно говоря, и запретило выезд студентов из Украины во время военного положения и мобилизации. Что интересного в этом заявлении? Что интересного в этой ситуации? Ну, помимо того, что нас не покидает ощущение, что произошел небольшой кидок, а для кого-то, может и большой, кто-то потратил серьезные деньги на то, чтобы самому поступить в УЗ. Либо чтобы его ребенок поступил в УЗ. И теперь этого ребенка, этого человека, который поступил, не выпускают. Хотя государство обещало, что будет выпускать. Ну, вот что мне интересно, что когда они объясняют, почему же не выпускают студентов, а нет ни одной ссылки на закон, который бы запрещал выезд студентов. Они говорят о том, что сначала мы, высшее военное командование, разрешило выезд студентов. Потом военное командование запретило выезд студентов. При этом нам почему-то даже не показывают ни одного документа. Я уже не говорю про закон. Нам не показывают ни одного документа, приказа. А за чьей подписью этот приказ? Ведь мы прекрасно с вами помним интервью пана Залужного, который говорил, что студенты должны иметь возможность выезжать. Мы прекрасно с вами помним интервью министра обороны, который говорил, что да я же не против, да мы же уже давным-давно разработали постанову, которая позволит студентам выезжать. И вот вдруг высшее военное командование запрещает выезд студентов. Но если это не Залужный, если это не Резников, то остается кто из высшего военного командования? Ммм, какая интересная загадка. И вариантов ответа на нее там не так уж и много. Но они не хотят ее публично озвучивать. Ведь эти ребята, да, Залужный и Резников, уже исключили себя из списка подозреваемых. А кто же остался? Наверное, тот, кто не хочет на себя брать все равно политическую ответственность. И скрывается за вот этими прекрасными словами высшее военное командование. К сожалению, я честно надеялся, искренне надеялся, что к октябрю ситуация изменится. И все-таки разрешат выезжать студентам. Теперь же, как бы, с учетом этого заявления, с учетом того, что объявили мобилизацию, ну, на это надежд особых нет. Ну, мобилизацию я имею в виду в РФ. И понятно, что шансы на то, что студентам разрешат выезжать, они минимальны. При том, что, опять же, подчеркну, объясняя свою позицию, они не ссылаются на законодательство, на закон, если быть точнее. Они ссылаются лишь на постановление КМУ номер 57 и говорят о том, что, мол, студенты не являются исключением в плане выезда. Им не разрешено выезжать правилами пересечения госграницы. Но вот что интересно, они не говорят исключением из какого правила. Да, покажите, где же зафиксировано правило, согласно которому все мужчины не имеют права выезжать из Украины. И, конечно же, встает вопрос, а что делать и на что остается надежда. Надежда осталась только на одно – на суд, только на судебную систему. И теперь этот вопрос мы должны решать только в рамках судебной системы. И остается только на них надеяться, что они займут, судьи займут сторону закона, сторону верховенства права, которую они должны занимать согласно Конституции Украины, осуществляя правосудие, а не все-таки позицию неназванного высшего военного руководства. Друзья, поэтому, если вы готовы отстаивать свои права, вы можете это сделать следующим образом. Ехать на границу, получать письменный отказ. И это обязательно, то есть без этого вы не можете, вам нечего оспаривать. Брать письменный отказ, независимо от того, каким он будет, нужно его получить. Далее, его нужно обязательно оспорить в пограничную службу и таким образом зафиксировать тот факт, что вы подали соответствующие документы на границе и дальше уже идти в суд. Да, это процесс не очень быстрый, то есть это вопрос, который затянется на недели, скорее всего, а может и на месяцы, но этот способ остался единственным в плане защиты своих прав, своего права на образование, своего права на выезд. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Если вы считаете, что данная информация полезна, поставьте лайк, поделитесь этим видео в соцсетях, а также подпишитесь на мой канал. На этом все. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!